Не бывает преступлений без вещественных доказательств. В научно-исследовательском центре при областном управлении МВД прошла пресс-конференция, на которой журналистов ознакомились с деятельностью службы и рассказали об итогах работы за прошлый год. Перед входом в центр расположена небольшая выставка. Ее экспонаты, гранаты, мины, тротиловые шашки, а также приспособления, с помощью которых взрывотехнический отдел их обезвреживает. Это, например, взрывозащитный костюм. Весит более 30 килограммов. А вот служебная собака Нэнси находит две тротиловые шашки, ранее заложенные инспектором в машине и под лавкой. Нэнси и еще несколько четверолапых служащих – постоянные спутники милиционеров. Собаку мы используем практически все время. Профилактические осмотры осуществляем, начиная от футбольных матчей, массовые мероприятия, ну и, естественно, когда избирательная кампания проходит. Однако основная задача экспертной службы милиции – работа с вещественными доказательствами. Сегодня оснащение научно-исследовательского центра при областном УВД позволяет проводить 38 судебных экспертиз. В целом, это криминалистические экспертизы, экспертизы специальных видов исследований, экспертизы вебухотехнические, автотехнические, мистерство-знавчие и другие. Среди основных таких важных, которые освоены последним временем, это экспертизы медико-биологические, которые выполняются методом ДНК-анализа. Так, благодаря экспертам, на рассмотрении в суде сегодня находится дело о минерах, которые в 2011 году в Васильевке заложили взрывчатку в инкассаторскую машину. Ведь их нашли благодаря анализу ДНК. С каждым годом преступники становятся все более изобретательными, говорят милиционеры-эксперты. Однако премудрости маскировки не делают человека невидимым, и экспертной службе также по силам его идентифицировать, говорит начальник службы. Даже в тех случаях, когда преступник думает, что он, надев перчатки, он не оставил следов, это глубокое заблуждение. Нет таких преступлений, на которых бы не осталось вещественных доказательств. 70% преступлений в прошлом году раскрыты при помощи выводов экспертного центра при областном УВД. 2,5% раскрыты службой самостоятельно.